Российский офис Isuzu готовится к началу продаж внедорожника MU-X, которая официально назначена на 1 марта. Машины уже отправлены дилерам, а пока объявлены цены. Но сперва напомним, что такое MU-X. Модель везут к нам из Таиланда, где рамные внедорожники, построенные на базе пикапов, это массовый продукт. Только если в Азии существуют заднеприводные версии с механикой и дизелем 1.9, то в Россию поставляют по сути топовый вариант с 3-литровым мотором, 6-ступенчатым автоматом Isin и полным приводом. Дизель заслуженной J-серии восходит еще к 80-м годам. В России он ставится также на пикапы D-Max и коммерческую технику. Отсюда и межсервисный интервал 20 тысяч километров. Ходовая часть также реализована по старинке. Не разрезной задний мост, только не рессорный, как у D-Max, а пружинный. Под редуктором которого обещают аж 23,5 см дорожного просвета. Плюс жестко подключаемая передняя ось, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала. Естественно, возвращение Isuzu в легковой сегмент потребовало пересмотреть дилерскую сеть. Мы легковой сегмент продаем не через всю дилерскую сеть грузовую, а только именно часть, которая у нас соответствует нашим стандартам новым. И, соответственно, мы сейчас привлекаем новых партнеров в разных регионах, которые работают именно с легковым транспортом. У нас не стоит задачи сделать монобрендовую дилерскую сеть. Мы будем развивать именно мультибрендовую. А теперь о ценах. Комплектаций будет всего две, причем обе семиместные. То есть от третьего ряда сидений отказаться нельзя. В базовую комплектацию Comfort за 3 миллиона 700 тысяч включены 7 подушек безопасности, тканевый салон, медиасистема с 7-дюймовым экраном, двухзонный климат, система дистанционного запуска двигателя и Parktronic. Более дорогая версия Premium Safety предлагает кожаную отделку, 9-дюймовую мультимедийку и комплекс электронных помощников с адаптивным круизом и автоторможением. На фоне основных конкурентов тайский Isuzu смотрится, что называется, в рынке. Скажем, двухлитровый дизельный Haval H9 тульской сборки стоит 3 миллиона 300 тысяч. Собранный под Калугой Mitsubishi Pajero Sport с дизелем 2.4 и автоматом предлагают от 3 миллионов 600 тысяч. А импортная Toyota Fortuner из того же Таиланда в комплектации с дизелем приближается к 4 миллионам рублей. Продолжение следует...